Я пишу тебе письмо. Интересно, в какой момент в нашей жизни письма превратились в стул кончиков пальцев по клавиатуре? А помнишь, мы ведь писали друг другу письма? Настоящие письма от руки на листке бумаги. Такие, какие писали друг другу в молодости наши родители, расставаясь на года, когда наши отцы уходили в армию. Письма, которые имели физическую ценность души и сердца. Письма, которые не были потеряны в бесконечных просторах интернета. Помнишь, мы тоже расставались? Не на года, но это время казалось вечным. Тогда и мы писали друг другу письма. Письма со словами, которые мы так боялись произнести вслух. Возможно, потому, что мы боялись, что наши слова растворятся в воздухе, оставляя за собой эфемерные следы далёких воспоминаний и ностальгии о моментах, проведённых вместе. Наверное, люди хранят и пишут письма для того, чтобы иметь возможность дотронуться до воспоминаний физически, удержаться за них, полюбить их, почувствовать заново своё далёкое прошлое. Мы больше не пишем друг другу письма. Мы ограничиваемся обычным привет, как дела, на экране своих компьютеров. Мы ограничиваемся бездушным привет, который потеряется безвозвратно в бесчисленных разговорах, бесчисленных переписках с людьми, которые так далеко, но так близко благодаря экранам машин, которые заполонили собой наши жизни. Я пишу тебе письмо. Без привет, без как дела. Письмо, в котором я расскажу тебе о том, как я скучаю по физическому контакту, по улыбке на твоём лице все моменты, когда единственное, что нас соединяет, это листок бумаги с отголосками тепла твоих рук, с козячих по бумаге вырисовывая причудливые буквы, складывающиеся в слова, которые останутся рядом в моментах, когда наша жизнь не сможет более удерживать нас рядом. Я пишу тебе письмо о том, как я хочу, чтобы жизнь была, как в сказке. О том, что мы давно забыли, как создать эту сказку самим в те времена, когда наша реальность приобрела механический гонок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!